Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в работе научно-практического симпозиума, посвященной дифференциальной диагностике респираторных заболеваний в практике терапевта. Болезни органов дыхания широко встречаются в терапевтической практике, и нередко врачи имеют сложности и трудности в первичной верификации диагноза и в дальнейшем при наблюдении этих пациентов. В программе нашего симпозиума будет выделено 4, на мой взгляд, интересных и важных проблем. Это, прежде всего, дифференциальная диагностика кашля, как острого, так и хронического, отдельных, на сегодняшний день уже часто встречаемых вариантов хронического кашля, таких как рефрактерный кашель, хронический гиперчувствительный кашель. И с позиции дифференциальной диагностики мы с вами разберем основные подходы диагностического поиска, выявление причин кашля респираторной и внелегочной природы. Важная проблема респираторной медицины – это интерстициальные заболевания легких. Сегодня с улучшением диагностических мероприятий мы все больше и больше выявляем таких пациентов. Мы помним, что это гетерогенные заболевания, они отличаются этиологическими факторами, они отличаются прогнозом, имеют различные КТ-паттерны, гистологические изменения. И в этом большом спектре особенностей необходимо, конечно же, вовремя установить правильный диагноз, для того, чтобы выбрать соответствующую терапию. Тем более, что сегодня у нас появился новый фенотип интерстициальных заболеваний. Это прогрессирующий фиброзирующий фенотип идиопатических пневмоний или интерстициальных заболеваний с установленной причиной. Третья большая проблема, которая будет освещена в нашем симпозиуме – это дифференциальная диагностика бронхоабструктивного синдрома. Действительно, в клинической практике терапевт встречается с такими заболеваниями, как хроническая абструктивная болезнь легких, бронхиальная астма. И нередко мы должны использовать диагностические методы для того, чтобы выявить различия между этими хроническими абструктивными заболеваниями. При этом мы имеем и причины внелегочные развития бронхоабструктивного синдрома. И именно в этом докладе будут освещены эти дифференциальные диагностические подходы к выявлению как бронхоабструктивного синдрома, так и заболеваний, которые связаны с этим синдромом. Ну и, конечно же, нельзя было обойти пневмонию, особенно вне больничную пневмонию у людей с сердечно-сосудистой патологией. Сегодня это пациенты более старшей возрастной группы, которые имеют определенные особенности, нередко латентные признаки пневмонии. Это пациенты, у которых пневмония вызывается более агрессивными возбудителями, такими как полирезистентный штамм пневмококка, медицелин-чувствитель резистентный стафилококка и другие. Конечно же, это, несомненно, изменяет течение внебольничной пневмонии. Ну и, конечно, мы должны отмечать и общность клинической симптоматики, например, при хронической сердечной недостаточности пневмонии. Это, несомненно, кашель, чаще самокрота, это нарастающая одышка. И вот в этом спектре разнообразия, конечно же, важно как можно быстрее поставить диагноз внебольничной пневмонии, чтобы начать эффективную радикацию возбудителя. Надеюсь, что программа нашего симпозиума вам будет интересна и полезна в вашей клинической практике, и мы вас ждем на наш симпозиум. Продолжение следует...